Кому-то праздник, а госавтоинспекторам трудовые будни. В пятницу ночи в областном центре состоялся очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. В последнее время такие мероприятия проходят ежемесячно и дают положительные результаты. В январе этого года произошло два ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. В результате данных ДТП пострадали трое человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у нас есть снижение на 33% по таким видам ДТП на 50% с пострадавшими. Рейд длится 4 часа. За это время инспекторы успели проверить почти полторы сотни водителей. Тех, кто не вызывает подозрений, отпустили. Но были и те, кого инспекторы попросили задержаться. Таких на этот раз оказалось двое. Например, этот автолюбитель со всеми признаками опьянения. Кстати, уже лишенный права управления. На подмогу к себе вызвал друзей в таком же состоянии. Видимо, вместе отмечали 23 февраля. Пожалуйста, отойдите от машины. Нет. Отойдите от машины. Не право. Вы мешаете сотрудникам полиции при исполнении выполнить свои служебные обязанности. Отойдите, пожалуйста, от машины. Я вам не дам вам. Сам автолюбитель это свидетельство не отказался. Иван Геннадьевич, вы будете продувать прибор? Нет. Вы не будете отказываться продувать прибор? Да, да, да. Отказываетесь, да? Уважаемые приняты, слышали? Да, да. Слышали. Продувать прибор отказывается. Но это ему не поможет. Защитник Отечества переночует в отделении. На следующий день ему предстоит суд. И 23 февраля он, скорее всего, отпраздновал за решеткой. И проведет там еще 15 суток после. Плюс немалый штраф и продление срока лишения прав. В общем, подарок автолюбитель сделал себе сам. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.